Человек, который хочет купить оптом, я не знаю, там много чего-то, инструментов, машин каких-то, да? Мы его отпускаем в переменение, я не люблю, когда деньги сами в руки живут. Ты в руки, пожалуйста. Зайди завтра, и мы еще другим. Мы еще другим. Вот в этом смысл упражнения. Давайте создадим вот эту вот легкость без названия, без терминологии. Вот пришли люди. Очень просто. Этому персонажу нужно, чтобы он проявлял внимание к ней. Этому персонажу нужно, чтобы она его меньше доставала. Что в его понимании доставало? Это еще, наверное, требует распаковки. Может быть, доставало это вот, он, кстати, об этом сказал. Начинает. Что? Задавать вопросы, говорить. Она начинает порождать и задавать ему вопросы, какие-то там детальные. А у него и так в день в этом пошел. И он сейчас этой ложкой кушает и как-то старается там что-то дурнивать. И тут опять часть работы ему возвращает. Ага, вот так. Так этим людям совершенно точно можно что-то подать. Тем более, что, как там сказано было, да, ограничений по деньгам нету. Барсетка, правда, ну-ка и все-таки. Понятно, в чем идея должна быть. Да, мы знаем, что мы являемся с вами носителями какой-то классной техники, которая нужна. Только донесите теперь, пожалуйста. Посмотри вот. Тебе просто повезло, что это стоит всего 200 долларов. И еще такой один комментарий. Вот вы нас взяли и разделили, да? То есть, одна была туда, девушки там что-то такое свое втирают. Замечательно. Но вы найдите какую-то общую цель. У нас же наверняка есть какая-то общая цель. Приоткрою, как сказал Саша, карты. Очень часто происходит воздух, к вам приходит пар. И в паре, ну, не знаю, покажу чуть-чуть. Ну, да, как же вы послали. В паре кто-то приходит. Так, ну, добрый день, что вы можете нам предложить? Дамочка тут не компенсирована, у нас стоит там. Сейчас, я. Что у вас есть? Покажите вот этот диванчик, покажите. И начинает, потому что-то там рассказывает, рассказывает. Так, так, хорошо. А вы знаете, не будем этого брать. Другя, нет, а то покажи здесь еще. Что вы сейчас говорите? Вот, кто принимает решение, да? Вот это фасад. Это голос. Это что-то, что заставляет приходить в движение продавцов. Решение принимает. Но, если бросить его, он что, он пожирает голос? Он начнет все время привлекать к себе внимание. Что-то нужно с этим делать. Если взять проигнорировать этого человека, потому что там где-то все линии позади. А это покажи не будет точно. Большое, аж такое понимание. Если проигнорировать вот это, он будет накручивать. И опять же, мы не знаем, какая реакция последует от этого персонажа. Если его не остановить, он будет всячески влежать вам. Его остановить, просто сказал «заткнись», это нереально, да? Можно что-то сделать такое, чтобы он почувствовал себя во внимании и занят. Каждая должен быть на самом деле есть. Я совершенно точно таких случаев на диналом многократно, когда мы ходили по залу и работали с клиентами уже в таком мостренинговом процессе. Это очень тонкая, красивая работа. Вы поиграйте с этим. Ну что, давай вторую группу мы тоже привлечем. У вас еще, мы еще дадим, сейчас мы, да, будет еще второй раунд, и вы с учетом всех нюансов уже сделаете что-то по-другому. Персонажа будут меняться с по-другой. Ну да. Хорошо. Давайте посмотрим, как вторая группа будет продать. Спасибо.